Приветствую вас. Если вы знаете, я думаю, что вопрос, который вы задаете, несколько некорректен. Связано это в первую очередь с тем, что вы не способны повлиять на другого человека, вы не способны заставить его делать то, что вам хочется, вы не способны повлиять на его проблемы, а они у него есть и, соответственно, нельзя дружить с тем, кто с вами дружить не хочет и не может. А ваш бывший муж именно, что он не может, он не может этого сделать. Да, здесь есть ряд факторов, например, фактор его неуверенности в себе, фактор его отношения к вам, как к такому человеку, подчиненному ему, обязанному ему, должному ему. Он пытается вас принизить, он пытается вас обесценить, он пытается вас подчинить себе. И его мотив так поступать никак не может быть связан с дружбой, с каким-то нормальным общением. Вместе с тем, вызывают вопросы то, насколько хорошо вы знаете своего бывшего мужа. Потому что, ну, несколько странно, что, во-первых, вы говорите, случился секс. Он, ну, не происходит сам по себе, да, вы оба этого хотели, и получается, что вы к этому, ну, вы, как бы, позволили ему случиться. Да, вы пишете, что, ради удовольствия и здесь все в порядке, но после того, как муж, эм, начал, эм, себя вести, эээ, вот, ну, условно говоря, неадекватно, вот, как вы говорите, да, но вам бы прекратить, эээ, с ним сексуальные отношения, раз он не способен, эээ, как бы, общаться с вами так, раз он вас понижает и обесценивает, ну, такие отношения нужно сразу завершить. У меня же сложилось впечатление, что вы, несмотря на то, что он ведет себя по отношению к вам неприемлемо, вы все равно с ним продолжаете спать, обниматься сексом. И это пренебрежение собой в вашем случае. Вы, как мне, кажется, сами не определились, эээ, с тем, как, как, ну, грубо говоря, эээ, как относитесь, ээээ, к, мужчине, мне кажется, что вы сами не определились, эээ, с тем, как вы, ээээ, и вы видите, мужчину, я имею в виду, как вы к нему относитесь, ээээ, что он значит для вас, вот, чего вы хотите для, допустим, себя, а чего хотите для него. Потому что, ну, ну, понимаете, вроде как, вроде как вы развелись, да, вроде как вы уже никому ничего не дали, ну, вроде как вы уже не должны ничего друг другу. А в то же время вы говорите про то, что он не хочет жениться. Ну, как бы, вопрос здесь в том, а зачем ему на вас жениться, если вы развелись? То есть, соответственно, логично предположить, что, если вы развелись, то у вас есть некоторые проблемы, вот, в отношениях. Они эти самые проблемы, ну, вряд ли решатся, если вы не будете ничего менять, в том числе и себе, вот. Поэтому, как бы, для меня остается загадка. То, как вы все это видите. То есть, как, ну, как, как вы видите вот. То, как бы.